друзья вот такое универсальное тесто и беляши и хлеб вы посмотрите какой красавчик хлеб и также булочки и плюшки и посмотрите какие они тоже волшебные горячие конечно но если кто желает оставайтесь со мной будем готовить видео получится ну не слишком длинное потому что здесь три рецепта будет в одном набирайте степень и если хотите такого вкусного хлеба такой вкусной выпечки и ставьте лайки не забывайте кому если понравилось но и дизлайки если не понравилось я рада вам всем сегодня у меня друзья тесто из которого я и выпекаю хлеб и жарю пирожки в растительном масле и также делаю пирожки и булочки в духовке тесто универсальное так что кто желает тот оставайтесь со мной начинаем готовить водичка тепленькая пальчику комфортным стакан у меня 250 миллилитров я выливаю чашку добавляют вот так вот 2 чайных ложечки сахара и 2 пакетика дрожжей по 11 грамм хорошо размешиваем дадим заработать дрожжа посмотрим как они у нас работают всегда проверяю дрожжи не завожу очень редко у меня есть рецепты где я дрожжи добавляю сразу в муку лучше конечно когда они вот здесь вот разойдутся тесто подходит быстрее оставляем дрожжи идеальные смотрите какая шапочка классная значит у нас получится все хорошо выливаю сюда дрожжи пол стакана растительного масла без запаха две столовые ложки соли 1 и 2 сахар ложечки маленькие ну вот 2 3 4 таких ложечки я сахара добавила но это одна столовая ложка и выливаем литр и 100 миллилитров теплой воды я ополаскиваю чашку из-под дрожжей вот так вылила 500 и еще 500 теплой водички и еще 100 миллилитров все у нас здесь есть дрожжи сахар соль растительное масло хорошо все размешиваем чтобы разошлась соль и сахар и замешиваем тесто обычно у меня на одну порцию всегда уходит тело 100 у меня две порции и взвешено два килограмма 200 грамм муки так половину высыпала сейчас я размешаю все это я вчера купила новые формы силиконовые для выпечки хлеба и сегодня я буду их проверять как они у меня будут выпекать хлебушек много конечно вам столько не надо с одной порции получается очень много сильно здорово я не вымешиваю просто так собираю тазик тоже смазываем маслом вот такое тесто получается но смотрите какое мягенькое такое вот хорошее тесто вот такое отправляем тазик его вот так вот получилось я взвесила у меня килограмм что свинина немножко поставила сейчас будем ее на кусочки резать и столько же лука лук и будем перекручивать на мясорубке готовим друзьям самый вкусный фарш для наших беляшей теперь вам видно что я делаю конечно лук и мясо чтоб легче было нам перемешивать мы по очереди закладываем мясорубку и лук мясо фарш прокрутили и обычно идет на 100 грамм мяса 1 грамм соли ну вот у меня здесь килограмм мяса и килограмм лука 16 грамм 16 грамм я отмерила соли потому что лук не требует столько соли замешиваем фарш добавляю соль и перец черный молотый по вашему вкусу сколько вы желаете можете добавлять другие какие-то специи я больше ничего не добавляю фарш будет очень сочным чем значит пропорции одинаковые лук и мясо лук дает очень много сока и также и выделиться сок из мяса и у нас будут очень сочные беляши будем вымешивать такой вот фаршик хороший получается фарш готов подойдет наше тесто и будем готовить дальше посмотрите какой какое тесто я купила вчера вот такие силиконовые формы и хочу сегодня попробовать конечно я бы хотела чтобы они немножко были повыше хотя бы вот так вот еще немножечко но какие есть первый раз буду выпекать в них они промытые все теперь только я хочу еще первый раз смазать их растительным маслом прям совсем чуть-чуть я взвесила чтобы эти формочки так прикинула по 600 грамм теста я буду сюда помещать готовлю хлеб вы уже кто со мной на канале тот знает как я его готовлю вот так его разминаем хлеб поставила подниматься на газ поставила сковородку налила в нее растительного масла и в это время будем готовить наши беляшики стол смажу растительным маслом поделим тесто на кусочки тесто руками так вот делаем перемешиваем не забываем фарш чтобы он был однородным закладываем и вот так соединяем ну вот закончила я и готовить они все мне приготовленные лежат масло разогревается и сейчас будем их жарить перед тем как жарить я беру наши беляшики и вот так вот руками их разминаю вот так такой беляшик отправляем его на сковородочку вот так вот так вот Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Тесто поделила на кусочки и делаю заготовки для наших плюшек, которые будем выпекать в духовке. Вот такое у нас универсальное тесто. Хлеб вот так поднялся в формах, отстоял где-то 40 минут. И сейчас я включаю ему 180 градусов. Сколько будет выпекаться, я вам скажу. Булочки небольшие, по 600 грамм. Раскатываем наши колобочки. Смазываем сливочным маслом растопленным. Вот так. Ложечку сахара. Убажем можно и побольше. Тесто у нас не сладкое. Заворачиваем. Так вот, скрепляем. Переворачиваем. И разрезаем вот так. Можем вот так просто оставить вот такие плюшки. Укладываем на тропинник. Пельши у нас продолжают жариться, шкварчат. А мы в это время продолжаем готовить клюшки. И уже хлеб включен в духовочку на 180 градусов. Пока у нас выпекается хлеб, вот такие у нас подойдут наши плюшки. Вот такие плюшки получились. Накрываем их полотенчиком. И пусть они подходят. Пока хлеб выпекается, они подойдут. Вот столько беляшей получилось. Какие красавчики. Давайте я вам разорву. Покажу, какие они. Смотрите, какое воздушное тесто. Начиночка сочная, классная. Ну, а скоро будем уже вынимать хлеб из духовочки. Тоже покажу, какой получился. Смажем наши плюшки яйцом. Вот такой хлебушек у нас испекся. Вот. Какие булочки легенькие такие. По 600 грамм теста я закладывала. Сколько, интересно, осталось. Сейчас мы взвешиваем. Так. О, 520 грамм. 80 грамм ушло. И в этой точно так же. Вот две булочки. Легенькие, хорошие. Так, дальше. А плюшки уже поставила в духовку. Плюшек смачиваю водичкой. Все делаем так, как делали наши родители. Так делаем и мы. Сейчас накроем полотенчиком. Отойдет хлебушек и будет очень вкусно. Вот так. А вот. Три дня назад я пекла хлеб. И хочу вам показать. Вот он. Видите, какой получается. Из этого же, по этому же рецепту, вот такой хлебушек получается. Это была у меня булка. В форме от мультиварки. Посмотрите, какой хлеб шикарный. Он не крошится. Вообще идеальный. Я разрезала булочку. Вот они, видите. Такой хлеб. Вы уже видели беляши, видели хлеб. Осталось дождаться плюшки. И вот такие плюшечки получились. Хлебушек. Вот такая вкуснота. Вот такой хлеб. Булки горячие, горячие. Рука не терпит. Ну, а хочется мне вам показать. Вот так. Смотрите. Вот такое. Все прекрасно. Готовим, друзья? Для себя не ленимся. Ромашка. Пока.